Мы видим, что Япония сегодня это часть совокупного Запада, который проводит в отношении России абсолютно враждебную силовую политику различного рода давления. Это и политическое давление, и военное давление, и экономическое давление, и пропагандистское давление. И под всеми документами семерки, определяющими стратегию и тактику этих действий, стоит подпись японского руководства. Недавно мы имели возможность убедиться на конкретном примере, и это было очень кстати, именно накануне переговоров с японским министром иностранных дел в Москве, в том, как японские санкции мешают экономическому развитию нашей страны. Это история с самолетом МС-21, который не может двигаться вперед этот проект, в связи с тем, что японцы не поставляют, как это планировалось ранее по контрактам, композитные материалы для крыла этого самолета. Ростех начал оправдываться, говорить, что ничего страшного, мы купим в другом месте и так далее, и тому подобное, или произведем сами. Но специалисты в области композитных материалов знают качество и китайских композитных материалов, и то качество, которое мы пока можем обеспечить у нас. Тут есть, конечно, вопрос, почему четыре года назад не была исключена японская составляющая из этого проекта, почему только сегодня начинается разговор о том, где мы будем искать замену японским композитным материалам, но сейчас я привлекаю внимание к конкретному примеру действия японских санкций. Я думаю, что таких примеров очень много. Мне очень интересно, наш министр иностранных дел этот вопрос перед японцами поставил или нет в ходе двухсторонних переговоров? Судя по тому, что мы о них узнали, ничего подобного не обсуждалось. То есть японская линия участия во враждебной современной России, да и исторической России, мы все знаем это прекрасно, политики Запада, она есть и она будет сохраняться. Часто говорят так, что для развития сотрудничества с каждой конкретной страной Запада нам все-таки нужен другой фон. И я потом скажу в своем выступлении о плачевных результатах подобных попыток создавать общий вот этот вот фон. Но сегодня, вот сейчас в японском контексте, мне бы хотелось подчеркнуть главную мысль, что идти под санкциями на уступки одной из стран Запада, это значит, пусть и ради хорошего фона в двухсторонних отношениях, так вот, идти под санкциями на уступки одной из стран Запада, это значит, закладывать точно такую же логику в отношениях с другими странами Запада, и не только со странами Запада. Главное условие отношений, главное условие улучшения отношений между нашими странами, это снятие территориальных притязаний Японии, раз, отказ Японии от участия в западной политике санкций в отношении нашей страны, два. Вот, на мой взгляд, конкретный план действий российского МИДа, он должен крутиться вокруг этих двух задач. Не какой-то там мирный договор, не какое-то выполнение декларации 1956 года, о чем мы говорим, я еще раз хочу подчеркнуть, в условиях враждебного давления Запада на нашу страну. Либо это тогда договор о сдаче, и это манипулирование ради уступок каким-то документом, который абсолютно давно совершенно очевидно, и решением того же советского руководства, на которое ссылается Владимир Владимирович Путин, мол, наши предшественники обещали, мы должны выполнять, да предшественники сказали в апреле 1960 года, территориальный вопрос закрыт. Это очень серьезный вопрос для сегодняшних российских руководителей. Они хотят быть связанными с тем реноме Хрущева, которое все более четко высвечивается в нашей российской, нашей советской истории. Или все-таки не хотят. И зачем тогда они помогают Японии, в замене ее, Японии, безоговорочной капитуляции, на мирный договор, который по всем параметрам получается недостойным нашего народа победителя. Пример такой помощи я наблюдал в Прибалтике весной 2005 года, когда ради улучшения отношений с Европейским Союзом, с НАТО и с самими Прибалтами по просьбе американцев руководство России отказалось от комплексного подхода в отношениях с Прибалтийскими государствами, разработанного при Евгении Максимовиче Примакове, министром, и потом активно начавшегося воплощаться в жизнь при нем, как премьер-министре, и сохранившего правильную свою такую динамику. Что это за комплексный подход? Этот подход был очень прост. Мы решаем и идем вперед в вопросах экономического сотрудничества ровно в той мере, в которой вы исправляете ошибки, которые вы натворили в отношении к нашим соотечественникам. Мы создаем вам благоприятные условия в торговле и транзите ровно настолько, насколько вы учитываете наши военно-политические озабоченности. Более того, было предложено тогда Прибалтам подписать вместе с пограничными договорами, а это и была главная уступка. Им нужны были пограничные договоры. У нас граница была демаркирована и прекрасно существовала безо всяких пограничных договоров. Но им, как странам НАТО, нужны были действующие пограничные договоры, и за них можно было получить реальные декларации об основах отношений, где все было бы прописано. И будущее неучастие в политике санкций, и права национальных меньшинств, то бишь наших соотечественников. А я против уже давно этого термина национальные меньшинства. Это община самостоятельная, община нашей русской в Прибалтике. Так вот, этот подход был порушен. И мы пошли на подписание этих пограничных договоров. Встретились сразу после этого с территориальными претензиями латышей и эстонцев. Но я не буду дальше перечислять всю историю отношений. Вот то улучшательство, а тогда мы сдавали не территории. Да, территориальные претензии Прибалтов к нам неисполнимы. Это понятно. Но тогда мы отказались от гораздо более существенной вещи, от позиции нашей в поддержку соотечественников. Мы фактически после этого все свели к словам и к разговорам о том, что они страны Евросоюза и НАТО и должны соответствовать неким западным демократическим стандартам. Но кончилось-то это чем? Кончилось это таким же тупиком в проблеме гражданства, ликвидации русских школ, возраставшей агрессией по проблемам национальной памяти, разрушением памятников и так далее и тому подобное. И то, что мы сегодня имеем на наших границах Прибалтики, это результат. И вот того желания улучшить в кавычках отношения путем уступков. Для чего нужно было это улучшение? Понятно, не ради красивости только в отношениях с Евросоюзом и НАТО. Оно нужно было определенным корпорациям нашим, которые хотели работать в Прибалтике в условиях вот некой благостной такой политической атмосфере. Я думаю, что если глубоко покопаться экономистов, они найдут точно такой же интерес и в отношениях с Японией. И вот так далее и в отношениях с Японией. И вот так далее и в отношениях с Японией. Я думаю, что если глубоко покопаться, я думаю, что печально с Японией Я думаю, что это очень's a lot of экшеном, поэтому если даёт на ядерские времена, чтобы мне было как-то с Японией, выходит в мед Tiny, Продолжение следует...